Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня говорим о распределении супружеских обязанностей. И раскрыть эту программу я пригласила Артёма Скобёлкина, директора Центра кризисной психологии «Два крыла» моего коллегу. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте все слушатели, которые будут слушать и слышать эту передачу. Артём, всегда ваша программа бывает интересной, потому что для меня это всегда бывает увлекательно. Взгляд мужчины и женщины, взгляд одного специалиста и другого. Ну это одно дело, если бы я сейчас эти же вещи обсуждала, например, с психологом женщиной. И мы бы там, конечно же, сошлись на каких-то там своих точках зрения. А теперь попробуем распределить. Ну самое первое, что меня интересует, как определить, какая обязанность женская, какая мужская, откуда это вообще всё пошло? Во-первых, да, отвечу на слова благодарности. Я по тем же самым причинам я тоже присутствую здесь. Мне тоже приятно, когда мы разбираем какие-то темы с разных сторон, которые, ну, так сказать, слушатели у нас тоже разных полов, да, то мы можем дать такой какой-то объективный взгляд с разных точек зрения. По поводу того, что вообще является обязанностями. Начну с того, что есть люди, которые иногда говорят, может быть, это назовём не обязанности, может быть, скажем, что это какая-то, ну, было бы неплохо, если, ну, то есть какие-то вот такие факультативные, как бы, меры по улучшению семейных отношений. Но я как мужчина, я обычно жёстко приостановлю и говорю, секундочку, вот давайте сразу, и мы тоже с вами давайте сразу определимся. Обязанности, они действительно пугают тем, что обязан и обвязан – это какие-то очень похожие слова. Похожие, да. Как будто бы ты с этого дня обвязан и никуда, шаг влево, шаг вправо, попытка сбежать. Вот и получается, вроде в семью к любви стремился, да, там, к мечте какой-нибудь, а тут тебя обвязали и обязали. Да, гладко было на бумаге, да, забыли про овраги. А оказывается, если мы взглянем глубже на само понимание, что такое семейные отношения, на понимание любви и вообще вот на ощущение любви, как в первую очередь служения, а только потом уже совместного поедания пиццы или просмотра телесериалов длительностью 8 сезонов, мы можем сказать, что так как любовь – это всё-таки служение, то обязанности, они как раз-таки раскрывают у нас человека. Вот, возможно, это звучит достаточно моралистично, но всё человечное в нас связано с обязанностями. Вот смотрите, такая прямо формулировка «любовь – это служение». Ведь не каждый современный человек сейчас это воспринимает именно таким образом. Я всё чаще и чаще встречаю тех людей, которые понимают это именно так. Именно это отличает любовь к супругу, к супруге или к детям от любви к жареной картошке. Потому что просто принять любым и радоваться, что у меня это снова появилось, ну, это достаточно потребительски. Ну, отвечая на вопрос про обязанности, да, именно в человечное нас это обязанности. И мы действительно обязаны, как бы ни говорили люди, которые нам насильно говорят, что ты никогда никому ни в чём не обязан. Никому никогда, но даже подъезжая к перегрузку, я обязан убедиться. Делая что-то, я обязан подумать, а как это будет тому человеку, который находится рядом. То есть мы обязаны, это нужно просто признать. И мало того, что признать, необходимо сделать это так, чтобы было приятно каждому из нас. Потому что в этих обязанностях суть нашего проявления, нашего служения, ну, не служения в плане слуги, а в том, когда мы на себя добровольно и осознанно берём ответственность за благо и счастье другого человека. Потому что мама, укрывающая ребёнка ночью одеялком дополнительно, и мужа тоже укрывая этим другим одеялком, она тоже создаёт это ощущение служения для другого человека. И это тоже её делает более такой, более любящей мамой. Хорошо, а кто же сказал, что укрывать одеялком – это, например, женская обязанность, да, а вот зарабатывать, нести мамонта, там, убивать, да, и это мужская обязанность. Про мамонтодобычу мы поговорим чуть-чуть вот попозже. Я прям даже знаю, куда вставить в какой момент эту фразу. Сразу скажем, что есть общие обязанности, которые, ну, не, как ни говорим, не гарантированы по полу. Да, потому что, ну, например, я даже знаю, что сказать, запечатать конверт, отправленный кому-то, ну, это тоже, может быть, поливать цветы, например. Ну, или мой муж бы сказал, что помыть посуду, может, и мужчина, и женщина, и это несложно. Да, я согласен с вашим мужем. И вот давайте к первому вопросу мы всё-таки перейдём, да, как вообще понять, вот какие обязанности мужские и женские. Мы можем сколько угодно долго составлять различные списки по поводу того, что мыть обувь или, наоборот, пачкать обувь, да, протирать окно балкона на 56-м этаже. Ну, то есть вот такие нюансы мы можем разбирать, определяя мужское или женское это, но я предлагаю действовать более научно, что ли. Потому что, несмотря на то, что психология – это всё-таки наука, она о жизни, о душе, о нас с вами, но мы будем придерживаться и научных правил тоже. Вот я предлагаю классифицировать все обязанности, которые у нас есть, на три, по трём основаниям, да, как говорят, это на кафедрах различных наук. Дело в том, что мужчины и женщины, как бы мы это ни старались нивелировать, мы разные, мы действительно разные, и об этом даже говорить-то как бы не приходится. Но вот наши обязанности как раз-таки связаны и с этим тоже. Первое различие наше, да, и первое то, что нас и делает друг другу интересными, это психофизиологические особенности, то есть мы определяем обязанности по способностям. То есть мы мужчины, мы мужчины, да, мы больше такие люди, нацелены, заточены под выносливость, которые могут взять, как вы говорите, мамонта, да, и утащить мамонта туда, куда нужно, удобно тому человеку, который и послал за этим мамонтом, собственно. И поэтому вот эта вот выносливость, вот эта большая грубость, наверное, да, в хорошем понимании это слово. Жизнестойкость. Жизнестойкость не всегда в психологическом плане, а в плане того, что я всё равно дойду, чего бы мне это ни стоило, это всё-таки мужское. А вот женская способность, например, способность чувствовать тоньше, чувствовать чётче, чувствительнее. То есть вот эта эмпатичность, это как раз-таки то, что присуще женщинам. Потому что если мужчина и женщина смотрят вместе куда-то в сторону окна, то мужчина видит, может быть, башню за этим балконом, а женщина видит пыль, которая плавно оседает почему-то, несмотря на рядом находящегося мужа, куда-то прямо на подоконник. И женщины, я не знаю, слово заточены правильно или будет сказано, но адаптированы и более тонки к проявлению эмоций. Они чаще чувствуют смену настроения у ребёнка. То есть детали, да? Нам свойственно видеть детали и чувствовать. Мы видим прямо вот всё. Конкретика. Если мужчина и женщина смотрят в шкаф, то женщина видит больше в этом шкафу, чем мужчина, который не видит то, что он зачем туда полез. И поэтому для мужчины характерно, ну, вы знаете, как в гараже, да, ты немножко руки вышел, в снегу потёр, ледяной водой это всё полил. Ну и как-то и вроде бы хорошо. А тебе кажется, что это всё чисто? Да. А придя домой, его жена отправит делать так, чтобы было и пахло лавандой, так, как ей нравится. Но опять-таки мы не говорим про те вещи, которые принадлежат обоим по способностям. Мы не говорим, что там, допустим, а кто умнее, мужчина или женщина? Потому что это свойства, принадлежащие индивидууму, а не именно телу человека, а не полу человека. И то есть это от пола не зависит. Мужчина, и поэтому говорим, мужчина – это тот, об которого ломается. Да, мы смотримся на соревнованиях, хлопаем руками, когда взял человек, сам с собой сломал или об него сломали что-то более хрупкое, чем он. Поэтому мужчина крепкий и твёрдый. А женщина, куда мы смотрим, да, когда с ленточкой она прыгает, и непонятно, кто из вилестей, она или ленточка. И поэтому женщина должна быть и помягче, и погибче, и поупру, и поупруже ей, или более упругой. Уговорили. Это первое основание. Поэтому мы можем сказать, если нужно будет тащить что-то, ну, например, нести… Женщина моет пол где-нибудь, неважно, в секции, в подъезде, рядышком где-то, вот, да, и ведро тяжеленное, большущее. Вот если женщина несёт это ведро, а мужчина моет, это, я думаю, что некоторые скажут, что не совсем верно. Если же, например, женщина моет пол, а мужчина несёт ведро и ставит такой с внешним видом Аполлона, который помог и спас вот тут свою… Газиль. То есть, если женщина не любит, то тогда при этом это будет действительно вот так, как надо. Второе, типа, у нас… Причём, давайте я сразу оговорюсь, так как я точно знаю, я выступаю в разных аудиториях, есть люди, которые сидят, и у них брови всё серьёзнее и серьёзнее. Не домиком, а наоборот, да, мы можем сказать. И я хочу сказать сразу, что вот, на мой взгляд, как психолога, как человек, который, ну, общается с разными людьми, я могу сказать точно, что я ни одного похожего друг на друга человека не встречаю. Все разные, и, видимо, в этом наша ценность, в этом наша интересность друг от друга, полезность друг от друга. И поэтому и даже здесь, когда вот я говорю такие, казалось бы, строгие вещи, они, конечно же, всё варьируемо. Но вот второе основание, по которому мы смотрим, мужская это или женская обязанность, это по степени нахождения мужчины и женщины, по ареалу обитания, как шутим мы. В чём это проявляется? Ну, вот мы можем, например, сказать, что мужчина, да, есть такая поговорочка, пословица, прискосулечка о том, что мужик и собака на улице, а женщина и кошка дома. Потому что, когда даже люди собираются где-то вместе, с семьями, да, мужчины, они всегда где-то у мангала, у гаража, они где-то на приступочке здесь. Такие социальные очень, да, социальные. А женщины всегда где-то в доме, им комфортнее вот это всё, кофеёк и спить там в мягких. Вот, знаете, прямо сейчас хочу порекомендовать всем почитать детскую книжку Киплинга, да, кошка, которая гуляла сама по себе. Идеальный вариант там прописания всех женских и мужских, как раз полуролевых вот этих моментов. Да, и поэтому если у мужчины гараж, вот он гараж, это его вотчина, он туда приходит, там всё его. Если в гараж вдруг забирается женщина, забирается тайком и понимает, что, ну, как-то тут не прибрано, да, то она прибирает по своим основаниям. Всё железненькое в одну коробочку, всё железненькое в другое. И для мужчины это, ну, просто персональный ад, когда он потом туда приходит. И если между, вот, допустим, гаражом и домом есть совместный коридорчик из одного в другое место, то там идёт иногда борьба за право... Обитание. ...ставить свои башмаки килограммовые туда, куда мужчина хочет, например. То есть по ареалу обитания. В чём это проявляется ещё? Вот смотрите, мужчина это всё-таки внешне. Мы же говорим, что за мамонтом уходит он. Почему женщина чувствительнее? Почему её голос пронзительнее, как у ребёнка ещё пронзительнее? Чтобы мужчина в любой момент услышал, что что-то не так, и вернулся туда, где они дислоцируются. Буду говорить я таким языком, военизированным языком. Мужчина мне надо подтвердить это хотя бы, а вот для других людей, которые нас не видят. И поэтому вот кто ночью, да, через поле, через лес, через кладбище пойдёт ночью в 2 часа ночи за подгузниками, которые только что закончились? Конечно, мужчина. Мужчина, да. И поэтому... Женщина даже не рискнёт. Ему важнее вот туда вот куда-то вот в наш отдых, мужской, он чаще всего где-то вовне этого дома. Иногда нам нужно просто поставить удочку, можно и без лесочки, да, и посидеть 2 часа, и как-то вот... И вроде мы успокаиваемся. То есть мы где-то вовне, поверьте мне, мы вовне где-то находимся, и нам как-то комфортно там в этом внешнем окружении находиться. А вообще, если с точки зрения брать, опять-таки, завоевания, то мужчина сначала завоёвывает любую территорию, а потом женщина её осваивает. Всё верно, и поэтому он говорит, всё, можно вешать шторы, или можно вешать полочки. Мужчина без вот, без женщины, ну, у него, знаете, я вот видаю иногда вот дома холостяков, там одна ложечка, вилочка и две табуреточки. Ну, я и друг какой-нибудь, или ещё кто-нибудь, ещё. Но как только появляется женщина, сразу смотрим, цветочечек встал уже тут. Потому что, да, атмосфера, да, вот этот стиль, вот это состояние, эмоции, это всё только исключительно наше, женское. Потому что женщины чувствуют тоньше. Мы об этом говорим. Да, я согласен, не все женщины чувствуют тонко, не все мужчины чувствуют толсто, да, но всё-таки эта предрасположенность, она идёт от нашей, мы такие абразивные, мы абразивные, женщины такие прям шёлковые-шёлковые. И вот, к примеру, да, раз мы заговорили про лес, кто идёт ёлку рубить в лес? Мужчина, потому что и топор тяжёлый, и медведь там голодный, и ёлка там тоже тяжёлая, да. А кто наряжает ёлку? Конечно же, я женщина. Она говорит, знаете, вот здесь вот так-то не мешало бы, и мужчина, он должен как-то отойти в сторону, сказать, да, я сейчас принесу это. Потому что есть такое чёткое правило, с которым соглашаются мужчины или не соглашаются, но с этим им приходится как-то жить. Да, что мужчина, даже в своём доме, он у жены всегда гость. Потому что я знаю тех мужчин, которых вот и у взгляда боятся все подчинённые, но приходит он домой, он говорит, дорогая, где мои тапочки? Она говорит, вот там ты и там. И он понимает, что вот ему проще спросить, чем... Потому что она здесь знает, что и где. Это её вотчина. А третье, да, третье основание, по которому мы смотрим, что это за обязанность, это связано ещё и с тем, я сейчас скажу масло-масляное и тавтологию, тавтологическую, это по нашему общению с обществом, по контактам с этим обществом. Вот есть, я вижу здесь всё в кругах, в таких красивых, есть внешний круг общения, это все люди вне семьи какие-то, да, а есть внутренний круг общения. Это наши родственники, наши соседи, учителя наших детей, тренеры. Вот те люди, с которыми мы приходится общаться часто. И в связи с этим женщина, она больше сможет, не то чтобы она обязана, она больше сможет найти контакта с людьми, с которыми предстоит ещё дальше жить, уживаться и общаться как-то. Мы, мужчины, мы не обязаны быть такие, знаете, вот очень нежным, утончённым. Нам важно, ты пришёл и объяснил, что мне нужно машину подремонтировать вот так-то и так-то. Я приехал холодильник ремонтировать, потому что до этого это сломалось. И наши контакты внешние, они могут быть одноразовыми, нам не принципиально нравятся. Потому что если, к примеру, супруг хочет нравиться всем соседям, то, например, в 3 часа ночи попросить аккуратненько соседей снизу, сверху или сбоку убавить вот эту громко-звучащую музыку, он уже не сможет, потому что они же подумают, что я к ним плохо отношусь. Мужчина берёт, я не знаю, хлопалку от паласов или для паласов, поднимается наверх и говорит, не надо ли вам что-нибудь прохлопать, а то я могу, например. И другой понимает, что к нему пришёл мужчина, он говорит, я его убавлю, если нужно, если ваша жене это мешает спать. То есть вот, и когда мы, например, даже просто возьмём две фигурки, квадратик и кружок, то кто из них? Женщина, более гибкая, более гладкая, и она может проехать там, где мужчина уже не проедет. И она сможет договориться с теми, с кем мужчина, он в силу своей какой-то грубоватости, он может и не сказать так. Это не значит, что я описываю тех людей, которые ни бей, ни мей, ни кукареку, двух слов связать не могут. Это просто связано с нашей грубостью восприятия. Мужчина не всегда может, да нам это и не очень надо, потому что трактор, он не всегда красивый дизайн у тракторов. Нам нужно просто проехать и протащить за собой. А вот машина гоночная, она настолько изящна, что ты смотришь и наслаждаешься каждой линией. И поэтому вот мы вместе, мужчины и женщины, потому что, ну, два мужчины – это всегда война, две женщины – это всегда слёзы, да. И когда вот, например, мы, ну, не всегда сразу поправлюсь, но мы предназначены для разных вещей, и вот та женщина считается где-то там на юго-востоке, может быть, нашего полушария, считается святой, которая не имеет конфликтов со своими родственниками, со всеми родственниками. Она может быть несогласна с ними, но она в какой-то момент может сгладить это или решить это через мужа. Она замужем. Иногда вот бывает так, что я слышу, глядя там видеозаписи со свадеб, что кто-то говорит, готовы ли вы, например, товарищ Глеб взять в жёны вот эту прекрасную Светлану? Он говорит, готов, согласен, беру. А Светлана, готовы ли вы взять в мужья вот этого прекрасного товарища Глеба? Она говорит, ну, беру тоже, да, надо брать, пока не разобрали всех. И меня это чуть-чуть, капельку, но коробит, потому что мне кажется, и многие мои знакомые, когда мы говорим об этом, тоже меня поддерживают, можно взять в жёны, взять под защиту, под своё, а жена выходит замуж. Теперь она замужем, и все конфликты у неё через мужа. Потому что мы мужчины, мы по первому основанию, мы более грубыми, мы уже не переживаем так сильно, если на кого-то нам пришлось цикнуть. Второе, мы привыкли к внешним контактам с людьми, от которых мы изначально мужчины, мы ожидаем какой-то, ну, чего-то можем ожидать. То есть если мы отправим жену свою ремонтировать машину, она отремонтирует всю машину полностью, вообще всю, за стоимость в два раза больше машины. Ну и, конечно же, по контактам с обществом мы... То есть нам проще в этом плане, и мы иногда не понимаем, как разговаривать с теми людьми, которые нас вот раздражают. А женщина тут слово сказала, тут чайку налила, и тут, между словом, ещё что-то так вопрос задала, что это как и не вопрос, а ответ целый. И теперь всем уже понятно, что делать. Хорошо. И вот мы с вами понимаем, каким образом делятся обязанности на мужские и женские. Да, я эти критерии услышала, увидела, и прямо-таки даже перенесла уже на себя. Но, в принципе, признайтесь, да, что мало когда, чтобы, например, вам папа пришёл и сказал, вот смотри, Артём, да, вот это твои мужские обязанности. А мне-то, например, пришла мама и сказала, Надюша, а вот это считается женским, и давай-ка мы теперь всю жизнь будем их выполнять. То есть каким образом ребёнок вообще понимает, какие мои обязанности вот эти полуролевые? Дело в том, что ребёнок понимает либо двумя способами. Либо на том, что ему нравится и ему приятно, либо вопреки тому, что ему не нравится. Когда он видит, что папа так как-то поцеловал маму, что она прям заулыбалась и засветилась, и после этого и ему добавочки положила, и всех тут погладила и приобняла, то он понимает, что это здорово. При этом, если он видит, что отец раз за разом всё грустнее, мать всё громче, да, и у них абсолютно не складывается, то он начинает не понимать, а как тогда надо, потому что ребёнок всё равно интуитивно и себя может начать винить, что что-то у родителей не так происходит. Но вот увидеть как, это действительно из родительских семей. Если муж приносит жене домой цветы, которые он купил, потому что ему как-то все покупают, а он не покупает, он купил, а жена ему говорит, лучше бы ты масло подсолнечное купил, дополнительную банку, да, и не по акции, ну, самой-самой-самой, да, то муж может переносить на праздники уже масло подсолнечное, и для сына тоже это станет как будто бы нормально, если мама будет счастлив. Абсолютно. То есть либо по примеру, либо вопреки этому примеру понимаешь, что моё это, моё вот это вот такое. Но самое что неприятное, что нас этими обязанностями не учат, мы нигде этого не проходим, мы ничего об этом не знаем, и мы два человека, да, встретились с разных вселенных, из разных семей, и мы друг от друга этого ожидаем как будто бы. Априори. И каждому кажется, что он исполняет обязанности. И бывает так, а я консультирую достаточно плотно, достаточно как-то вот, я не знаю, как это сказать, но часто плотно и, надеюсь, продуктивно. И очень часто бывает так, что супруги, они прямо готовят, они исполняют, они хотят. Но так как это делается по-разному, они думают, что он ей не служит или она ему не служит. Вот, к примеру, да, мужчина говорит, у меня мама всегда готовила кастрюлями, прямо такими вёдрами, вот эти, и мы знали, что мы в любом месте можем себе положить, да, вот ещё четыре черпушки, потому что мы хотим это. А жена у него готовит вот такими мисочками, хватает ему и кошки. И он говорит, почему она ко мне такое служение проявляет, неужели ей не хочется? А её в детстве, она видит, что нужно быть экономной, и только экономную хозяйку возьмут мужья, и она должна только столько, чтобы на завтра не оставлять. Потому что, например, завтрашнюю, вчерашнюю еду у меня дети, например, тоже не едят. И я, да, я хотел бы сказать, что все вещи обговариваемые. Вообще всё решаемое, если это решать, всё обговариваемое, если особенно есть это служение, желание помочь, то это здорово. Потому что, вот я ещё чуть-чуть договорю, каждый из нас на самом деле в отношениях нуждается в чём-то своём. Как правило, женщины нуждаются больше, чтобы чувствовать себя единственной и любимой. Мужчина чувствует себя нужным. И вот если для мужчины есть возможность побыть нужным, просто нося ведро рядышком, а не просто поднял ноги, когда моет под ними и считая себя помощником, первым помощником, то для него это отличный способ заработать себе баллы. Это просто отлично, этим надо пользоваться. И когда вот мы говорим про обязанности, про то, что это всё так тяжело, трудно, на самом деле теми бонусами, опять-таки, которые мы получаем в ответ, то и любовью, теми глазами глядящими, да, на нас пылко и страстно, мы понимаем, что вот эту ерундовину сделать вообще пара пустяков, но зато возврат будет прям возврат. То есть вы предлагаете, когда встречаются мужчины и женщины, и они понимают, что они интересны друг другу, и когда они принимают решение создать семью, то на берегу прямо договариваться, да? Договариваться таким образом... Нет, не на берегу. Это было бы немножко странно, если, сидя в кафе на первом свидании, мы договоримся, кто моет посуду после нас обоих. Ну, почему бы и нет? Вот. Ну, мы можем отпугнуть всех потенциальных мужей, женихов и прочих официантов, да? Да ладно, мы не знаем, как от них отбиться. В общем, но можно, на самом деле, обговаривать вот как. У нас в семье существует... Я кризисный специалист, я работаю кризисом семейных отношений, супружеских, и я иногда рассказываю на лекциях, я говорю о том, что существует два основных кризиса. Это когда мы из отношений романтических переводим в супружеские отношения, и достаточно большое количество, к сожалению, семейные там так и не осуществляются, не получаются. И второй этап, когда мы из супругов переходим ещё и в родителей, вот это тоже такой момент. И люди, живущие давно, долго и знающие много и мудро, говорят о том, что хотите жениться, поклейте вместе обои и посмотрим, насколько вы можете договориться. Хотите расти детей, заверите сейчас себе какого-нибудь бельчонка, хомячонка, кого-нибудь, и посмотрите, кто из вас будет вставать каждый час, его кормить, а другой будет говорить, как это всё, меня уже достало, я хочу уже куда-нибудь уехать. И вот если супругам удаётся добиться две вещи вместе, это служение и совместность, то это уже половина успеха у них будет, совместное служение и то, что они делают вместе, глядя в одну сторону. Потому что супруги, это всё-таки двое в одной упряжи, как бы это не звучало. Не звучало. Хорошо, Артём, значит, всё-таки у нас тема распределения супружеских обязанностей. Так вот в какой же момент мы будем с вами распределять? Вот мы сейчас семейная пара, да, романтический период у нас с вами закончился. Я уже готова вам предложить сказать, так, дорогой мой, давай мы сейчас распределим с тобой, прежде чем будем жить вместе, как муж и жена, что вот это, вот это, вот это делаешь ты, а вот это, это делаю я. Ну, перед началом ответа на этот вопрос, который вы задали, да, я передаю привет своей любимой жене Ксюшеньке. Вы её любите, я даже не сомневаюсь в этом. Да, я ей обещал это сказать, она будет рада. Это, и отвечу, конечно же, на вопрос. Дело в том, что, когда мы начинаем тесно взаимодействовать уже на уровне сожительства, на уровне совместных договорённостей, понятно, что первое время мы смотрим друг на друга чаровными глазами, втягиваемся в воздух, чтобы как-то вот это держать диафрагму в тонусе. Стоим на цыпочках, подтягиваемся в руку. А через какое-то время мы уже начинаем и посуду вроде ставить не так, как надо, и тут она сама уберётся, это всё. И вот уже становится видно то, кто как это всё проявляет. Потому что, ну, к сожалению, люди терпят. Они смотрят, не сделают, ладно, в следующий раз скажу. Если в первый раз не сказали, в следующий раз сказать будет ещё сложнее, потому что он скажет, а чего ты молчала год, к примеру. Тебя же всё устраивало. Мы не видим, только мы это чувствуем, что что-то идёт не так, нам нужно взять и сказать, что отлично, ну давай мы вместе вот это вот сделаем. Давай мы вместе вот... Здорово, что ты готовишь очень вкусно, очень... Настолько вкусно, что мне даже не хватает. Давай готовить на три тарелки больше, чтобы я ночью вставал ещё вот, любя тебя, доедал вот это вот. Мы, если мы собрались жить вместе, нам нужно говорить о том, что нас не устраивает. Нам кажется, что этим мы ухудшим отношения, но мы их ухудшаем, обижаясь, не глядя, думая, почему так-то... Не обсуждаем. Да, и поэтому мы просто смотрим. Это корректируемо, это говоримо. Потому что, вот знаете, хотел я коротко ответить на ваш вопрос, но коротко не получается. Отвечу длинновастенько. Есть три с половиной... Шесть минут у нас осталось. Да, говорят, я постараюсь, прям я постараюсь. Три с половиной перекоса в семейных отношениях в стороной обязанности. Вот давайте мы их сейчас запомним, я их прям постараюсь чётко, точно воспроизвести. Три с половиной перекоса. Первый перекос, когда один супруг исполняет свои обязанности, например, жена исполняет свои обязанности, она делает всё, как вот она и с воспитателями пообщалась, она и тут помогла, а тут сделала что-то. А вот второй муж, то есть он не исполняет свои обязанности, он думает, да зачем моя обязанность только работать. И, к сожалению, я как мужчина, мне иногда стыдно за других мужчин, мне хочется накрыться чем-нибудь, чтобы на меня тоже не пал праведный гнев. Я вижу, что, к сожалению, женщины, и если женщины сейчас слушают и чувствуют то же самое, как-то меня поддержите перед своими мужчинами, женщина в современной, пока вот, к сожалению, пока вот в современной семье трудится чуть ли не в три раза больше. Мы, мужчины, мы пришли домой, у нас отключилось, как у рыбакопа, да, и мы легли на диван, мы отдыхаем перед рабочим днём. А женщина, придя домой, ей нужно ещё постоять у вечного огня, поготовить с детьми уроки, тут договориться со всеми, всё сделал, всех одеялком укрыть, про который вначале говорил, да, и вот как-то это всё сделал. А ещё и мужа полюбить. То есть первый вариант, один исполняет своё, второй не исполняет. Второй перекос, это когда один не исполняет, не исполняет, а второй думает, ах так, я тоже не буду исполнять. И у них уже и тут паутина от кастрюли до рукамойника, да, и вот. Третий вариант, когда один не исполняет, а второй делает за него и своё, и его, и вот всё. Это достаточно пагубная ситуация, потому что для первого это очень удобно. А зачем мне, если всё делается? Женщина, которая ездит на машине, рулит, возит мужа туда и обратно, и по пути ещё заезжает за какой-то цементно-песочной смесью, она устраивает мужа, который может спокойненько как-то вот тут вот сидеть дома, зная, что ну жена же, у неё же руль, у неё же машина. И обратно он этот руль не возьмёт, потому что ну и выпил он, возможно, где-нибудь, да и нужно ли у неё, права-то уже довольно-таки просрочились. И получается, что женщина, она тут как бы вот везде, а мужчина как бы вот, он просто работает. А третий, вот половинчатый перекос. Я сказал три, и сейчас вот эта половинка. Почему половинка? Потому что вдруг мужчина начинает исполнять женские обязанности, сырнички, творожочек, с детьми погулять, куда-то сводить. А женщина мужские обязанности исполняет. Она села на машину, сама съездила, поменяла кардан, тут у неё чего-то колесо отпало, она тут чего-то всё поменяла, запаску на какую-то другую. Тут же она вот шпалу довезла до родительского гаража или дачи, всё сама. Почему половинка? Да потому что в некоторых семьях это нормально действует, и люди, если их это устраивает, то это не перекос является. И бывает так, что женщины чаще всего спрашивают, я зарабатываю больше мужа, можно ли мне зарабатывать больше мужа? Если у вас нет конкретного прям, конкретного претензии, что это именно он должен зарабатывать больше, пусть он в другом исполняет что-то, пусть он помогает. Главное не уйти вот в этот половинчатый перекос, не превратиться ему в жену, а жене в работягу, который там едет после первой и на вторую работу. Вот такие перекосы. И самое главное выправить это, потому что мы психологи, мы для этого и нужны. Как я говорил, нас не обучают этому, но мы, я так громко, наверное, скажу, мы инструктора в этом плане. Не обучают в жизни нас. У нас, психологов, это мы обучаем, когда мы изучаем семейную психологию. Ну да, конечно, я вот как-то это именно и имел в виду. Почему я так говорю? Потому что бывает так, что человек стесняется прийти. Он говорит, ну как-то я вот пазл складываю, не складывается, я тут делаю, не делается, а ты просто не так повернул, не с той стороны зашёл, не то сказал. А как так сказать? Мы знаем. Вот можно так сказать попробовать. Я руководитель клуба отцов в городе Кирова. Ну, в нашей части города Кирова, да, нас достаточно много человек, и мы, обсуждая это, мы об одном этом же говорим. Мы рады служить, мы рады быть нужными, и жёны рады быть любимыми. Просто есть вещи, в которых мы не договорились, даже не пытаясь об этом делать, и вдруг ходим и копим обиду. Хорошо. Где можно научиться, каким образом можно тебя услышать, почитать, принять участие в каких-то твоих обучающих мероприятиях? Расскажи нам. Дело в том, что я, ну, такой, я публичный лектор, выступающий человек. Я считаю, что психологическое знание, оно должно даваться максимально полно, широко. Я часто провожу лекции в библиотеке имени Герцена. И я... У меня есть канал на YouTube, можно брать Артём Скобёлкин, и там психология взаимоотношений. И просто Артём Скобёлкин. И там будет достаточно много лекций, связанных с этим, потому что окажется, что вот эта псих-просвет-работа, она важна. И я всех призываю, если вам хоть что-то понравилось из того, что сегодня я говорю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или как там это говорится. Отлично. Вот. То есть или добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, и моя страница открыта, она рабочая, я там весь такой в рубашке красивый. Давайте дружить. Напоследок, знаете, чтобы как-то красиво уйти, я хотел бы прочитать то, коротюсенькое, маленькое стихотворение, которое когда-то пришло мне в голову, я прям его записал с таким вдохновением. Я думаю, что люди, которые слушают нас, я думаю, им тоже понравится. Какой же муж не ждёт жены своей поклон? Но я уверен, каждый с этим согласится. Жена тогда мужчину чествует царём, когда себя с ним рядом чувствует царицей. Спасибо вам. Всем счастья, добра и взаимосогласованности. Спасибо большое. Сегодня мы говорили о распределении супружеских обязанностей, и у меня в гостях был Артём Скобёлкин, директор Центра кризисной психологии «Два крыла». Всем добра. С незерпением. Жду следующей встречи. Увидимся, услышимся. До свидания. До свидания. Практическая психология